Так, у нас тут под на 16-е ребята на Папетмастерах решили играть. Ну как решили? Ну да, по регламенту турнира, обязаловка. Дошли, точнее, до Папетмастеров. Посмотрим, кто же у нас одержит победу. По сражению. Два амулетика приобрел себе, Эмпат и... Два минор-тутемчика, красного и танго. Да. Ах, Борновский Папетмастер с ником Аумайн... Да. Аумины. Аумины. Я не знаю, как книг читается, но, ребят, вот, вот, вот он, вот он. Снизу тут у нас. Тяжелый ник. Аумайн-дайки. Как-то так, короче. Как-то так, короче. Вот он решил два амулетика, два минор-тутемчика и танго себе пробрести. Розовенький Папетмастер. И уже оба прокачали, кстати, по сполу, по сивочку, чтобы она успела зарядиться на ластхитик. Тридцать секунд осталось до клуба. Двое дело, ластхитик, это хорошо. Угу. Кстати, сто монет остается у розовенького Папетмастера. Ничего он не покупает пока себе. Не знаю, чтобы, если что, еще принести себе красную баночку или, допустим... Мне кажется, наш побольше копе. Как пойдет, как пойдет игра. Ну, да, да. За пачком. На кого ты ставишь, давай, Саша. На Никиту, я его знаю. А вот я так и знала. Так и знала, что ты скажешь. Это было слишком предсказуемо и легко. Да. Слишком нечестно. Почему? Какой-то стример с друзей были. Нельзя сказать, игроки равны. Я не знаю, игроки равны или нет. Я не знаю, как играет розовый пирамин. Ой, Папетмастер, Пирамонтер. Все это уже в Пирамонтерах. Кстати, между прочим, первый ластхит остается у нас. Пирамонтеру розовому. Какому пирамонтеру? Розовому. Фу. Это все-то виноват. Папетмастеру. Ну вот, второй ластхитик уже легиона. 2-1. Ровно идут. Ой, не стану, кстати. Покупим. 4-2. У легионовского Папетмастера Мпача. Он пас и точнее Мпача. Так, что это у нас 4-1 у Хеллборна. Дайки или далайки как-то у меня. Такой никакой-то. Какой-то не такой. Почему? Говорю, какой-то такой. Это ты уже добавил. Амулет себе я собрал импас, получил третий уровень и качнул пассивку, кстати. Это не такой, как сено. Да. То же самое, как и Хеллборнский Папет. На два крипа пока что опережает импас. В общем-то они вровень идут. Что нужно говорить? Внутри крипа это достаточно существенно. На начальной стадии игры. Уже три. А было два. Ну, мне кажется, Хеллборнский Папет пока не так плохо. Ну, да, по 200 гпл умелет. Ну, 300. Ну, почти 300. 11 на 7. Впереди легион. Ещё один Кузям улетит не все в себе в Папет региона. В статике ударился. Как ты говорил, я всё-таки статам доверяю больше, чем батарейку? Нет, на начальной стадии, да. Но батарейка на 10, на 15 всегда решает. Четвёртый уровень. Импаса. На Папете. Сейчас я знаю, есть и такие проказники, которые будут... Да, какой это... Пампаса, это ведь Папет. Даже камеру двигать не надо, просто на одной точке можно сказать. Всё же мы прошли уже стадию пиромантеров и тортов. Да, да, уж она давно должна была закончиться. Не говори, следующий игрок, кстати. 19 там с чем-то. Следующая стадия. Буду Папет мастера хорошо, кстати, ты на эту обоих по 10, вон, 10-9 крипов. Вровень идут. Ну вот по убийствам, я бы не сказала, что уровень. Ну, удовольствие. Ну, удовольствие больше у Мпата. В принципе, крипов соперника. Что, в принципе, даёт ему преимущество. В пятый уровень, и... Ну, что замоксить по силочку? Ну, вот. Я не знаю, мог бы сейчас, кстати, взять первый спелл. Вот как сделал Папет мастер Холдворна. И, типа, ну вот как кукла появится, просто чем больше контроля, тем больше шансов на то, что ты убьёшь своего оппонента. Ну, папе тогда ждут тебя лишние... Лишние полсекунды на второй спелл добавляются, это такое всё, на самом деле. Лучше дополнительные две с половиной сразу, за одну прокачку. И всё равно не добил. Значит, то оба апнули пятый левел. И тому и другому, кстати, до шестого практически джинакова. Холдворна вскому Папету получше. Немножко. И догнал он практически по Крепстату. 16 на 12 против 21 на 12. Принадит ботинки легионовскому Папету. Опять три всего лишь разница. Подловил сейчас. На Даная. Пас. С его оппонента. На нём висит обида. Обиду кину. По уровню, кстати, вообще вровень просто идут. Но сейчас после Крипа у Эмпаса будет 6. Есть 6 у обоих. Папет мастеров. Не оба прокачали они. Ульту, конечно же. Ну, возможно, Эмпас хочет через ульту и второй. Да, что он проли не хочет. Подольше будет бить куклу. Побольше у него будет. Да и да, вы же скорее. Ну вот, да. Всё-таки первый он немножко даёт преимущество по контролю. Ну, опять они идут вровень. Там 4 Крипа разница. Напряжёненькая игра. Ну, каждый старается не ошибаться. Всё-таки это уже такая. Одна. 16. 16. Здесь уже соперники посильнее. Посерьёзней. Угу. Большие дядьки. Интересно, что ни один из папет мастеров ещё не решался никого прохорашивать. Вообще ничего никакого спала не кидал. Ну, инициацию какую-то сделать, да. Да, попытаться прохорать своего оппонента, добить там. Хотя бы тех же крипов за второй спелл там. Ха-ха-ха. Обонялись там-то мне. А на самом деле никто из них не хочет тратить ману. Все стоят, выжидают генера. Да, значит и так. Да, ошибок противника, доминации какой-то. Не знаю, как-то выгодно это или нет. Для нас совсем нет. Такая пассивная игра. Ну, вот. Не знаю, что-то. Четыре пассивка у баса. И на пять крипов опережает он своего оппонента. И в дына их на парочку тоже опережает. Ну. Сейчас крипы нашли на вражеский хайграунд и миссы. Уплотнился немного, приобрел себе. И там для стимбутсов да на силу. Осталось им только перчатку приобрести. Ну, мудые перчатки не так далеко. Относительно. С 70 голубей. Ну, там еще пока курица долетит. Ну, у нас не такая быстрая игра. Прям хеллборн пабит трейхардит. Он одновременно сейчас и добил своего крипа и убил чужого. Прям как... Прям, я не знаю, как... Играть против сильного соперника. Все правильно. Сосредоточен. Вот опять. Вот опять. Ну и... Умпат сейчас то же самое сделает. Не, ну просто если ты играешь сейчас за пабет мастера, то у тебя уже как-то привычку, что ли, входит вот такой мув. Есть ПТ, есть, скорее всего, деревяшечки. Или вардик, что-то такое. 100 голды и потратилось. От 90 до 100. Сейчас что-то прилетит. Ну да. Смотрим, это вард. Это ПТ, вард, да. Но сейчас преимущество ПТ-шки можно реализовать. Попытался как раз, он поставился под крипов. Надо было уже цеплять, но нет первого с пола. И вторым тоже не доставал. А вот если сейчас первый был... Да, подсыпел, скорее всего, бы забрал. Под криповами плюс куклу, бьют криповчики. Много дамы уже бы вошло. И, тем более, преимущество ПТ-шки решает. Особенно в игре 1 на 1. Ой, все-таки усиленно решил качать первый спелл. Ой, точнее, второй пас. Уже на 3. Ну посмотрим, прокатится, скажем так. Это стратегия. Покажи цену хороший. Или, может быть, он решил что-то опробовать? Я не знаю, профил на самом деле собрал бы на памят-мастерах догон. Вызываешь куклу, стреляешь с него догоном, кукла умирает. Невражеский паффет тоже. Ну, знаешь, чтобы собрать догон, тут надо... Не, надо дело в том, чтобы собирать, как я делал. А другое дело в игре 1x1. Ну, вот это будет очень долго играть, если мы досидим до кодекса. Ну, до порталки, я же сегодня досидели. Ну, знаешь, порталки, это не апнуть кодекс. Все, таки. Ну, разница в 750 голды. Ну, такое. Гасты себе, кстати, приобрел вражеский паффет-мастер. Достаточно интересно. Ты можешь с кодекса пирога обрекать? Ну, у куклы 500 хп. Кодекс бьет 400, и у куклы 0 армора. И в нее ходит, по-моему, 125% дамеджа. 140. Считай. Как раз, 500 дамеджа. С кодекса. Ну, еще один удар, возможно, сделать. Ну, смотри, какой уровень, смотри. Какой закуп у противоположного пупи, там может и не хватить. Я имею в виду то, что не папе-то врет, а кукла. А, ну кукла, да. Ну, такая. Ну, не знаю, мне не нравятся касты на вражеском палите. Вот, первый... Он, наверное, решил быстро пугать. Первый, второй, спел, все же. Решил быстро пугать. Первая какая-то демилизация. Ой-ой-ой, сейчас получает достаточно нормально такую тыщечку. Ну, скрыто. Сейчас как-то уже поактивнее борьба за крипов пошла. Да. Ну, смотри, он умный, он бьет крипов, бьет, бьет и крип дает другого папета. Одна третья кукла уже. Мисик Весмин, кстати, приобрел себе ампас в расчете на то, что кукла идет магическим демеджем и меньше демеджа будет он получать. О, Вард тоже поставил холпорманский папет. Игра уже достаточно сильно затянулась. Угу. 51, 38 на 41, 31. Ну, все-таки опережает легионовский папет. И снимает контрвардинг. Ну, сразу чувствуется роль саппорта в игре 5 на 5. Сразу увидел Вард, победил его. Ой-ой-ой, есть инициация. А вот на контрвардинге надо было уже цеплять. Ну, как-то ребята боятся, что ли. Ну, как бы, скиллы свои потратить и попасть в ловушку противника. Почему-то не цепляют, не инициируют. Вот, хочет он покрыть немножечко. Прячется у нас на чужом хобби. Да, мастер. Смена забегает. Есть кукла. Ой, миссия папетта. Ну, скорее всего, вражеский вряд. Ну, умрет. Пас молодец. С чем мы его поздравляем. Одержал он победу. В нелегком сражении достаточно. Ну, посмотрите. Просто сделаем небольшую паузу и вернемся. Продолжение следует...